Илья Пономарёв, депутат Госдумы Российской Федерации в 2007-2016 годах, создатель канала «Утро февраля», присоединяется к нашей беседе. Илья, рады видеть, приветствую. Приветствую, рад вас видеть. Илья, ну возникает вопрос, действительно Путин тут вот как-то идёт ва-банк, да? Мы тут как бы, предваряя разговор с тобой, мы не показывали определённых вещей, да, но даже когда ты смотришь на какие-то телеграм-каналы, которые можно назвать связанные с так называемыми Z, там, военкорами, шмейнкорами, Ну там просто, да, я видел последние вот это какой-то склады, прям ангары, заваленные деревянными коробками, сбитыми просто на скорую руку с гвоздей, и там везде понятное кто-кто, двухсотые везде. Да, и Форбс там сообщает по поводу того, к чему приводят по сути местные реально штурмы вот в Курской области, вот пока не получается выбить. Понятное дело, есть потери, потери вооружённых силах Украины. Да, но всё же, Иля, по твоему мнению, действительно пытается вот к чему-то как-то успеть, да, границы, админграницы, да, вытеснить украинцев с Курской области, там, до инаугурации Трампа. Так это нам стоит рассматривать и завязывать на эти вещи? Ну, смотрите, во-первых, мы ведём войну на истощение, соответственно, у обеих сторон задача ночь простоять, день продержаться, просто продержаться дольше, чем продержится противник. Вот бить друг друга до изнеможения, да, ну, последнему стоять на ногах. Собственно, Путин это прекрасно понимает и считает, что страна большая, народу много, есть вот разные там склады боеприпасов, военные техники и так далее, поэтому он продержится дольше, потому что, действительно, у Украины всего этого нет, и на Западе всего этого нет, там всё время там новая техника, лучшие люди и так далее. Украина сделала совершенно правильную ставку с Курской областью, потому что это запирает для Путина возможность там просто договориться, давайте всё остановим как есть. В общем, на что я лично считаю, он бы вполне сейчас пошёл, но вот таким образом не получается, именно поэтому он пытается, значит, всеми возможными путями выбить украинскую армию из Курской области. И это несколько выходит за рамки войны на истощение, потому что это вот конкретная задача, которую ему надо решить. Ну, как бы, если не решит, ну, значит, будет более сложный какой-то в конечном итоге обмен, который будет давить новая американская администрация. Илья, а есть какой-то предел живой силы, я не знаю, там, дефицит определённый, который просто вот, ну, или вот всех в топку надо будет и на мобилизацию? Можно я, неприкосновенный запас есть живой? А, НЗ такой? Да, скорее всего, нет, но всё же, да. Я просто, ну, что имею в виду, что, ну, присутствие корейских, увеличение выплат, да, это как-никак всё равно говорит о том, что вот, ну, нет вот этой массовости, да. За Родину все как один поляжем, хотя понятное дело, что мы смотрим пропагандистов, и там же всё в одну трубу, да. Все как один, с мала до велика, только за батеньку Путина и его яхты, и любовницы, и так далее, и так далее. Все поляжем костьми, да, но всё же, да, есть ли вот какой-то определённый дефицит, который, ну, реально будет грозить самому режиму? Ну, эти, в их понимании неприкосновенный запас, это их бабки. Вот так, вот так. Вот, и это вот неприкосновенный запас, а всё остальное, это не неприкосновенный запас. Они же постоянно проскакивают в разных высказываниях о том, что они занимаются утилизацией отбросов общества. Вот самые неустроенные люди, которые не нашли себя, у которых нет доходов, которые, там, неблагополучные семьи, вот самые социальные низы, которые в той экономике нефтяной, которую выстроил Путин, не имеют себе просто ниши. Ну, вот их, собственно, и бросают в топку. Они, со своей точки зрения, они не жертвы приносят, а наоборот, они, там, очищают общество и облегчают себе дальнейшую жизнь, там, пенсионные обязательства будет меньше, там, и всего остального. Это очень цинично, это очень печально, это очень мерзко, но именно так они к этому вопросу и подходят. Поэтому для них вот этот вот неприкосновенный запас, неприкосновенный запас Корея, это определенные, можно назвать это ножницами Путина, да, то есть затраты на каждого человека у них непрерывно возрастают, себестоимость нового рекрута на фронт у них непрерывно растет, да, а, значит, эффект экономический от его утилизации, значит, он постепенно падает, потому что постепенно, значит, заканчиваются вот эти вот самые ненужные люди. В какой-то момент времени эти две кривые должны пересечься, и тогда становится уже невыгодным посылать людей на фронт, но пока этого пересечения еще не произошло. Илья, хотим еще один аспект сейчас, да, потому что, ну, очень складывается интересно последние дни. Вот этот звонок канцлера Германии Олафа Шульца Путину, да, хочу, во-первых, вашу реакцию и с той информацией, которая есть, да, потому что ее не так много, есть информация о том, что якобы канцлер был инициатором этого звонка, ну и что он обращался к Путину и просил вывезти свои войска, вывезти с территории Украины. Как вы оцениваете этот звонок? В чем небезопасность этого, да, безопасность, точнее, этого звонка? И к чему он может привести? Приведет ли он к тому, что и другие европейские лидеры решат все-таки позвонить Путину? Ну, смотрите, изначально вообще инициатива принадлежала президенту Байдену. Еще там до выборов он попросил Шульца, значит, организовать подобный разговор что-то, то есть они хотели Путину в этой ситуации передать. И совершенно очевидно, что после выборов в Америке ситуация точно поменялась, и, соответственно, актуальность этой задачи, она снизилась, но, значит, процесс уже был запущен, и, значит, вот он, значит, в конечном итоге был осуществлен. Стоит или не стоит вести подобные разговоры? Ну, если подходить к ситуации, там, как к сферическому коню в вакууме, то, конечно, стоит, да, потому что я считаю, что всегда надо поддерживать контакты, всегда слушать, что говорит оппонент, и это совершенно не означает же, с ним надо соглашаться, да, но доносить ему свою позицию и слышать его позицию, это просто полезно для любого, там, внешнеполитического и даже военного. Планирование. Ничего в этом тут такого нет. Другое дело, я хорошо понимаю президента Украины Зеленского, который выступал против этого звонка, потому что он именно, что не хочет создавать прецедентов, что, значит, если все массово будут общаться с Путиным без участия Украины, то где-нибудь рано или поздно возникнет слабое звено, которое начнет с ним так же кулуарно и сепаратно о чем-нибудь договариваться. Давайте мы вот тут повлияем, значит, на неуступчивых украинцев, а вы нам там за это газу немножко добавите по какой-нибудь приятной цене или еще что-нибудь такое. А Путин же, он именно на это нацелен, он профессиональный вербовщик, и, собственно, для Путина смысл этих всех разговоров ровно в этом, да, переманить потихонечку, потихонечку, потихонечку людей на свою сторону. Поэтому понятно, что Киев этого боится, и понятно, что не хочет, чтобы это происходило. — У нас был бывший президент, да, хотя, говорят, бывших не бывает, но есть, есть, Виктор Федорович, да, который, вот, мне нравится его флауза, она такая, знаешь, что-то среднее, но позволительная для эфира, да, нахиба. — Да, красиво, и не придерешься, а смысл понятен. Так вот, непонятная нахиба, я вот когда готовился к разговору, да, не только об этой истории, но вот и, соответственно, а как же ж Кремль будет подавать вот эту всю, вот эту кухню разговора, дождался Путин. Не он, а к нему позвонили, да, обсудили, состоялся по инициативе немецкой стороны, провели подробный, откровенный обмен мнениями. Возможные договоренности по Украине, как отметил Путин, должны исходить из новых территориальных реалий. Представьте себе, президент РФ, так называемый, в разговоре с Шольцем констатировал беспрецедентную деградацию российско-германских отношений. И указал Шольцу, что вот его агрессия, это стало прямым результатом агрессивной политики НАТО. Ну, весь бред, ну, просто бред. Зачем? Ну, ну, вот зачем? Ну, ну, вот есть глобальное объяснение, зачем? Что нового? Да, господин Шольц хотел услышать. Ну? Ну, знаете, во-первых, с точки зрения Путина, да, значит, мы же тоже много раз в эфире отмечали, что у него психология это гопника, да, то есть он ведет, значит, это распальцовку. Кидок, понты, дворовая вообще, это этика, да. Да, и в этой вот распальцовке очень важно именно, кто делает первый шаг, да, то есть ему очень важно, потому что ему первым позвонил там Шольц, а не он позвонил Шольц. Он позвонил Трамп, а не он позвонил Трамп. Да, то есть пацаны-то и не знают, то есть для Шольца это абсолютно все равно, кто первым позвонил, какая разница, кто взял, значит, соответственно, трубку. А вот для Путина, значит, в его культуре, да, это, значит, принципиально важно, он вот сидит доволен. Что касается, значит, интересов Германии, интересов вообще мира, интересов коалиции Рамштайна, я не побоюсь этого слова, интересов друзей Украины, то, ну, как бы все понимают, что в связи с результатами выборов в Соединенных Штатах новая администрация точно совершенно будет вести ситуацию к каким-то переговорам. Ну, там, говорить, что эти переговоры не будут учитывать, как говорят в Кремле, ситуацию на земле, это глупость, да, потому что, то есть, в любом случае, она учитывает ситуацию на земле, даже если смысл этих переговоров, убирайтесь с оккупированной земли, да, это все равно учитывание того, что эта земля оккупирована, правильно? Поэтому, то есть, опять-таки, это высказывание, которое не несет за собой ровным счетом никакого смысла, кроме гопничевского, значит, этого наезда и такого наката на собеседника. Ну, раз будут переговоры, то понятно, что абсолютно все страны, которые из себя представляют что-то, страны большой семерки и так далее, хотят выторговать в ходе этих переговоров что-то непосредственно самих себя и правильно себя спозиционировать и получить из этого какую-то выгоду. Поэтому очевидно, что они будут звонить, очевидно, что они будут говорить, и тут уже искусство дипломатическое Украины. Можно пытаться остановить поток воды руками, значит, заткнуть дырки в дамбе, а можно понимать, что если ситуация меняется, то направить поток в то русло, которое Украине будет выгоден. И это абсолютно решаемая на данный момент ситуация, да, если вот только не вставать, значит, в какую-то обиженную, непримиримую позицию, а использовать эту ситуацию в своих интересах. Коротко, у нас там полторы минутки фактически, да, но если мы говорим уже о переговорах, как считаешь, был телефонный созвон Трампа, Трампа Путина, и вот эта история не эскулировать, да, Путин как, наоборот покажет, что я тебе покажу. И Меланию Трамп тебе покажу по каналам, и эскалацию покажу. Или все-таки так как-то вот будет и дальше развивать ту историю, как планирует, но действительно, возможно, в определенных моментах как-то, ну не знаю, там, массовые ракетные удары, ну просто вот что-что-что на поверхности, да? Я скажу так, я думаю, что разговор был, я думаю, что то, что говорят публично, не имеет никакой корреляции с тем, о чем люди говорили на самом деле. И это нормально. Когда идут сложные переговоры, то каждый из сторон там может сказать в публику, там, значит, как пресс-релиз, то, что оно даже не поднимало в ходе этих самых переговоров. На это не стоит обращать внимание. Надо обращать внимание на результат этих переговоров. Самое важное, чтобы были какие-то бумаги, которые появлялись. И пока из косвенных признаков мы понимаем, что где-то эти переговоры вертятся вокруг тех контуров, которые были намечены в Стамбуле. А к чему они придут, будем посмотреть. Спасибо вам, Илья. Обязательно увидимся. Илья Пономарев, депутат Госдумы Российской Федерации с 2007 по 2016 годы, создатель канала «Утро в феврале», был сегодня с нами на связи. В телеграм-канале «Фридом» только самые важные новости. Мы оперативно сообщаем обо всем, что происходит в Украине и мире. Подписывайтесь.